девчонки привет спасибо вам за те вопросы которые вы прислали я постараюсь на них максимально открыто и честно ответить федя привет назови тройку самых лучших защитников современности тройку самых лучших защитников современности я бы на первое место поставила серхио рамоса потому что человек на протяжении очень долгого периода времени играет на высоком уровне и стабильно играет не зря он очень долгое время был и сборной испании являлся капитаном и одним из самых ключевых игроков реала кого бы я еще выделил наверное пару центральных защитников это киелине и банучи вот это наверно тройка киелине и банучи несмотря на свой возраст во многом стали главными героями я считаю прошедшего чемпионата европы и я с удовольствием смотрел на то как играл сборной италии особенно в обороне назови три главных отличия между российским чемпионатом и турецким три самых главных отличия ну наверное это то что я уже говорил это зрелищность все таки в российском чемпионате больше тактики в турецком чемпионате больше эмоций зрелищность на мой взгляд более высокие скорости и это атмосфера на стадионах то как там болеют в каждом городе независимо от того куда ты приезжаешь и как они любят свои команды у нас такого нету россии вот наверное вот эти три главные особенности главное отличие от нашего чемпионата говорят что в турции агрессивные фанаты не было ли страшно выходить на поле галатасарая или фенербахте это правда да они агрессивные но наверное это связано с менталитетом и с тем что они реально очень любят футбол и переживают за результаты за команду страха не было был мандраж боль больше чем вот матчи лиги чемпионов и чем или чемпионата мира это когда я был в стамбуле больших или играл и мы играли за первое место как раз против галатасарая на их стадионе я думал что я был готов к такому поведению и к такой поддержки но на деле оказалось что я вообще не был готов потому что те эмоции которые я испытал я никогда в жизни не испытывал на поле когда играл против галатасарая просто обычная наоборот поддержка фанатов даже пусть и поддержка поддержка фанатов соперника она всегда все равно тебя стимулирует и внутри такой приятный мандраж а в этом случае было наоборот это наверное ближе к боязни какой-то был но этот единственный раз в карьере федя ты сладкоежка тяжело было отказаться от сладков в сборной да я был сладкоежкой еще наверное когда впервые работала с валерий георгиевичем я был страшным сладкоежкой и тогда мне было очень тяжело отказаться потом менялись команды я ел сладкое но уже меньше а последний год да наверно последний год я отказался практически от сладкого поэтому когда я пришел меня вызвали в сборную которую возглавил валерий георгиевич для меня это не было шоком и не было для меня никаких трудностей там отказаться от сладкого потому что в принципе даже то что нам дают можно найти сладкое и ну ни в чем себе не отказывать федя сколько времени ты проводишь тренажерном зале обычно час полчас до тренировки и полтора часа после тренировки практически каждый день наверное только предыгровой день у меня короткая разминка потом тренировка с командой и после разминки еще небольшая работа так до каждый день час до полтора после ведь когда смотришь на тебя на поле ты кажется таким суровым расскажи может быть ты дрался когда-нибудь на футбольном поле и как это было ну наверное да и за мной такой прикрепилась я не знаю как правильно сказать ярлык ярлык да скорее всего так среди судей я знаю точно это было что я грубиян и часто получал в прошлом карточки желтые и красные из-за своего поведения из-за грубых фолов так как я не осознавал и не принимал ту ответственность которая на меня возлагается так как у нас все таки командный вид спорта и здесь нужно думать не только о своих чувствах и переживаниях о том как бы не подвести команду наоборот сделать так чтобы команда выиграла и принести наибольшую пользу ей об этом я не думал раньше но теперь получилось все это изменить в лучшую сторону для себя дрался ли они или нет нет такого не было было на грани но что-то меня останавливало видимо все-таки где-то в подсознании у меня было что если подерусь то могу надолго и остаться без футбола в жизни когда-нибудь дрался было пару раз да но какой я в жизни какой я на поле это два разных человек федя расскажи о своих татуировках как ты сделал свою первую и как к этому отнеслись родители но их у меня много первую я сделал по моему мне было 20 лет я набил имя тогда еще своей девушки до которая в будущем стала моей супругой и родителям я не говорил через какое-то время на год через полтора они увидели но ничего не сказали так как наверное с 17 с 18 лет родители не осуждали мои решения потому что они считали что это и ну я считаю что это правильно это моя жизнь мой выбор и со своим выбором я должен идти они мне не осуждали если в каких-то моментах мне требовалась помощь они меня поддерживали или говорили свое мнение но никогда за какие-то мои поступки во взрослой жизни не ругали остальные татуировки уже был были сделаны позднее и в разных местах и в москве в томске я делал в подмосковье но последний делал уже в ростове-на-дону и даже когда я был в башак шахире в стамбуле я летал вы именно в ростов чтобы сделать очередную вот наверно с того момента я больше ничего не делал так все что связано с семьей с детьми очень много что связано с детьми поэтому это все на моем на моем теле но опять же это мой выбор и кто-то к этому относится положительно кто-то отрицательно у всех есть свое право свое мнение и если кому-то не нравится то я не обычно не вступаю в дискуссию я говорю это мое это для меня я делал это не для кого-то не для того чтобы там показать я не знаю свои татуировки кому-то а дел для себя и все ты один из самых стильных в команде откуда у тебя такой хороший вкус почему я сильный то это просто пару раз приехал не так как обычно все приезжают на сбор я даже не знаю но так в принципе я хотел изменить и изменил до последних два года свой гардероб более классический стиль что-то в моем взгляде поменялось может быть просто я стал старше и стал смотреть на на некоторые вещи по-другому поэтому я особо так не стремлюсь мне нравится просто хорошо одеваться это не значит что одеваться дорого а просто так как мне хочется и все ни за какой моды я никогда не слежу и тренды и так далее я в этом вообще не разбираюсь феть ты теплолюбивый человек или для тебя неважно в каком климате жить последние пять лет 5 до наверное последние 56 лет я стал теплолюбивым хотя я сам из сибири в принципе вырос в довольно таки суровых условиях в плане погоды но я до сих пор не могу условно привыкнуть к московской или там условно здесь взять в питере питерской зиме в сибири зима все-таки сухая до морозные но сухая и она легче переносится чем здесь последние пять шесть лет я даже больше получается и все началось вообще с краснодара когда я был в аренде потом я поехал в грозный это южные города после этого после этого был ростов южный город был руку была казань да там холодно но зато именно зима сибирская с обилием снега и именно сухой мороз а потом снова тепло это стамбул сочи и сейчас анталия я хочу сказать что я стал теплолюбивым и сейчас я не могу без тепла и солнца вообще никак федя у тебя красивая борода когда она появилась ну наверно бородой это не назвать да скорее щетина борода наверное у меня бороды как таковое у меня наверное не было хотя период когда играл в грозном у меня я так достаточно много отращивал но в какой-то момент я понял что это наверное вот именно длинная борода это не моё но щетина наверное еще со школы у меня стал появляться саламыч как восьминадцатом году отреагирую а да да он отреагирует как раз у меня я так чуть больше отрастил он прямо сказал что нужно сбрить и все и она я сначала подумал что это шутка но когда второй раз сказал я я понял что нужно это сделать и все и с тех пор я наверно вот там раз две-три недели постоянно ровняю и хожу с небольшой щетиной ты часто споришь с тренерами или всегда делаешь то что они говорят я спорил с тренерами когда был намного моложе и многих вещей не понимал думал что я прав на самом деле то что мне говорили тренеры не хотели сделать как лучше а я упрямый в силу своего характера и у меня это пошло на вот эти споры с еще с моего с моего от моего первого тренера я неоднократно неоднократно об этом говорил что детской юношеской спортивной школе я всегда с ним спорил и за 7 лет там он не сразу мне не сказал что я молодец ни разу не похвалил и даже сейчас когда мы видимся мы все равно с ним спорим ну вот он на своем след я на своем потому что сейчас я считаю что силу опыта что я побывал там разных командах видел многое и я могу сказать ему то как сейчас современном мире тренируют детей и так далее какой подход но тяжело с ним разговаривать все-таки у него это старая школа и он видит только так и не желает учиться как тебе турция как страна и если отличие с россией конечно есть у каждой страны свой менталитет и турция не исключение по большому счету мне нравится в турции но после карьеры я хотел бы вернуться в россии и на протяжении карьеры думал еще о том может быть поехать в европу жить но европейский менталитет он еще дальше от русского от российского поэтому например если сравнивать европу турцию россию да то турция она намного ближе к нам чем его правильно турция ближе к нам чем европу и мне очень нравится в турции то что у них чувство нет не патриотизма а просто вот даже вот матч прошел у нас были в октябре и в ноябре в казани и в питере игры там даже если по стадиона 30 процентов заполнен там весь стадион поет гимн вот это у них ну прям очень круто и у моей сестры дочка учится в турецкой школе они понедельник утром когда начинается учебный учебная неделя перед школой строится и поют гимн и в конце недели когда заканчивается последний урок в пятницу они тоже поют гимн то есть для них это часть жизни у нас такого нет то есть вот это прям мне еще два года три года назад врезалась в память и до сих пор это восхищает федя у тебя было много съемок какая из них тебе запомнилась больше всего это алина лина как правильно и на алина она уже была здесь она здесь живет играю дините она в зените играть она снималась там и да 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 больше всего какая съемка мне запомнилось я не скажу что у меня много фото там каких-то съемок и фотосессий было но так чтобы прям запомнилась я же не я же не любитель этого всего и просто отношусь как как должному то есть нужно казали нужно сделать и потом это все забывалось наверное все таки семейные какие-то фотосессии с детьми вот это ты это всегда пересматриваешь и всегда остается у тебя в память и наверное каждая из этих фотосессий она цена и запоминающаяся я слышала что ты любишь читать откуда у тебя такая любовь книгам и что посоветуешь откуда не знаю честно потому что в школе я не любил читать и наверное я даже не помню какую книгу прочитал в школе но которая запомнилась всегда нужно было читать сейчас наступил момент ну не сейчас наверное когда мне было 24 или 25 наступил момент когда у меня появилось желание читать есть тех пор я читаю хотя бывают небольшие перерывы месяц два иногда три когда вот просто не хочется и тогда я себя не заставляю я просто ну не читаю знаю по себе что пройдет этот период и я снова захочу читать чтобы я мог посоветовать тут большой разброс и смотря в какую какую сферу окунуться потому что помимо художественной литературы я последнее время читал и психологию и мне нравится читать то что на реальных событиях что было про саморазвитие то есть про ум как тренировать себя и так далее то есть тут в каждом направлении есть какие-то книги интересные наверное но выделю из разных из художественных давайте вот ремарк триумфальная арка айн рэнд атлант расправил плечи и еще две книжки это уже про саморазвитие и да и бизнес это бедный папа богатый папа и 7 навыков высокоэффективных людей книги наиболее ярко запомнились хотя есть еще множество других да но я бы вот эти посоветовал в первую очередь федя ты снялся бы в рекламе и чтобы ты не стал рекламировать не за какие деньги тяжелый вопрос наверное да снялся бы но чтобы я рекламировала чтобы нет в этом я не так сильно разбираюсь потому что в этом деле в деле рекламы есть тоже свои тонкости и как раз я бы наверное первым делом позвонил бы лене болотовой потому что это ее стихия она в этом разбирается и я ее очень сильно уважаю и ценю и ценю как именно профессионала она знает свое дело поэтому я бы позвонил ей первую очередь и спросил бы ее как она относится к этому или другому играешь ли ты в приставку если да то во что да вот в конце пандемии начал играть не до этого я тоже играл иногда call of duty war zone по сети в удовольствие до какое-то время не каждый день но я провожу за приставка по-любому у вас как у футболистов есть какие-то приколы в команде потому что это есть в каждой команде можешь поделиться каким-то смешным случаем понятно это есть сюда сейчас вот нури шахин вел в команде когда у кого-то день рождения у нас много национальной команды и то есть много языков там и когда все в перетренировку в кругу поздравляем он выбирает три языка и каждый на своем языке тот кто знает начинает поздравлять с днем рождения с днем рождения тебя да вот и прикольно получается весело и ребята всегда пытаются повторить но редко получается и что тебе нравится и не нравится в своей внешности я бы ничего не стал меня честно меня полностью устраивает и я благодарен родителям за то что они меня подарили свету подарили миру но что-то поменять я ничего не хотел с кем у тебя больше сходства с джейсона стэдхэмом или с джиганом а вот ты будешь ты спроси у нее она же видела и мы же рядом сидели на кого я больше похож я не знаю честно в живу джигана не видел зато стэдхэма видел в регнуме в турции в отеле они снимали фильм гай ричи и они там два месяца жили я как-то раз пересекся с ним в зале вот но казалось что он один в один как на экране то есть очень часто людей иногда не можешь не узнать на экране один человек а в жизни совсем другой а он оказался таким же но на кого я больше похож я не знаю ну я надеюсь на джейсона стэдхэма если про чемпионат мира 2018 с ним художественный фильм кого ты видишь своей роли а кто бы меня сыграл не знаю я думаю что меня бы и не было в этом фильме потому что и так для массовки можно было и меня позвать я считаю что главные герои были другие и дамы и команда мы там делали все одно дело но были настоящие герои и лидеры поэтому я бы сам бы попросился бы и снялся для массовки федя что может заставить тебя плакать книга да честно всплакнул когда читал даже трем в триумфальную арку в конце накатило а также ну фильм мы или мои дети как относишься к автомобилям любишь ли ты погонять и как часто хочешь прибить водителя в соседней машине люблю автомобили любил погонять так как было время когда не было еще столько камер и не было не было столько правил и сейчас очень много штрафов сейчас уже спокойнее к этому отношусь очень нравится мотоциклы теперь да и я сейчас занимаюсь инструктором в анталии хочу хотел бы наводить мотоцикл понятно что это намного опаснее но если соблюдать правила и быть внимательным на дороге то я думаю что никаких проблем не возникнет вот блин дорожные конфликты а с этим вообще у меня все хорошо я отношусь спокойно никогда не нервничаю у меня даже могу когда своим знакомым другом езжу и если он начинает ругаться на кого-то из водителя ну и что что ты ругаешься что от этого изменится только ты себе настроение испортишь а ему то без разницы вообще то есть я к этому спокойно отношусь потому что все мы люди и у кого-то может быть день плохой кто-то может просто там невнимательно что-то сделал и на это злиться и ругаться зачем то есть нужно ко всему относиться проще ты говорил что любишь готовить что из фирменного да люблю наверное фирменным стал чизкейк который без сахара и без муки готовится то есть это вот в период пандемии научился делать и мне нравилось мы даже сестрой там и ее тоже научил и когда в гости или я прихожу или она ко мне то мы готовим а так наверное еще по завтракам завтраки сырники блинчики омлеты и так далее какие у тебя музыкальные пристрастия и что с локальными данными в караоке спеть хочется за мной что ли ну вокальные данные они отсутствуют неудивительно хотя много футболистов который хорошо поют и я знаю и слышал как сослан поеджена и вообще просто но когда он поет как будто не он поет голос совсем другой вот что касается вокальных музыкальных пристрастий то я очень многое что слушаю но в последнее время перешел на вот иностранную музыку такой на больше лаунж мне нравится но не прям лаунж лаунж не как как называется чего нет не такое ну музыкально мое сам самое любимое радио это energy еще и люблю послушать утром когда утренние тренировки садишься в машину включаешь это радио и мне нравится шоу шоу с черным перцем вообще просто заряжает так федя задумывался ли ты о жизни после футбола если да то чем бы ты хотел заниматься до задумался и все чаще задумываясь я точно знаю что после футбола никакого футбола у меня не будет в жизни и я хотел бы научиться инвестирование открыть свой бизнес вот наверно вот эти задачи перед собой ставлю и хотелось бы наверное больше путешествовать потому что да футболисты много путешествует но именно посмотреть места в которых они бывают только из окна автобуса и все и один нескромный вопрос смог ли ты стать тренером сборной женской россии по футболу так как я не хочу быть тренером нет но может быть один мой хороший друг предложил мне пойти учиться на менеджмент может быть когда-нибудь я стану менеджером и возможно почему бы и нет до заняться именно женским футболом и развивать так как это сейчас очень популярно и набирает силу набирает обороты вот развитие именно женского футбола то возможно через какое-то время кто знает никогда не говори никогда но не тренер девчонки большое спасибо за классные вопросы честно и когда я пришел сюда я не ожидал что будет так интересно и большинство вопросов я уверен и были от вас они по совету ванне поэтому очень круто все получилось спасибо вам